Мама сказала. С половины первого ночи, это все у нас сегодня случилось, прорвала центральная канализация, которая идет по улице Баштамска. Это уже не первый раз, в течение пяти лет это уже третий прорыв, но в этот раз был самый такой масштабный. Мы начали звонить сразу по всем станциям, начиная от водоканала, вернее, госдепартамента, потом водоканал, друг на друга все перекладывают, действий никаких. В течение где-то минут сорока, то и больше, это все лилось. Здесь не просто чистая вода, естественно, все это канализационные, эти все сбросы. Люди вот внизу живут, они все затоплены, у нас огород полностью все залито. В общем, все это, ну, не передача словами, скажем так, что тут здесь творилось. Реакции сразу не было никакой. Потом только перекрыли там где-то в районе 13-й линии коллектор, как нам сказали, но все это еще продолжало литься. Никто к нам с водоканала не приехал ночью, никто ничего, людей не откачивали, никакими, ну, не пользовался никто, скажем так, своими возможностями, чтобы людям помочь. Только утром пришли представители с водоканала, посмотрели все, походили по дворам. Потом вслед за ними пришли с гороадминистрации, тоже самое сказали. Мы пока только смотрим и фотографируем все это произошедшее. И вот только буквально, я не знаю, во сколько часа, может быть, около 12-ти, может быть, приехал водоканал и начали там на месте прорыва все это рыть. Тут у нас сказали, засыпят эту дорогу, доведут до ума, но я, например, без помощи нашего телевидения в этом не уверена. Поэтому очень большая надежда на то, что благодаря телевидению, может быть, нас увидят, услышат и, наконец-то, что-то начнут делать. Потому что люди это уже не первый раз все терпят и, ну, в конце концов, мы живем в 21 веке. А скажите, вот, как часто вот бывают у вас вот такие прорывы? Вот это последние пять лет третий прорыв, но это самый такой масштабный. И причем это, я же опять же говорю, повторяюсь, не чистая вода, все эти фекалии, все это, все это.